МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От подушек до генераторов страны ЕАЭС налаживают совместную промышленность. В Беларуси готовят к выпуску новую модель мотоцикла. Культовый Минск станет еще более легким и бесшумным. Робот-учитель преподает кастанайским школьникам. В IT-лицей для одаренных детей уроки проводятся с помощью умной техники российского производства. Читающие села. Чабанам в горы Кыргызстана привозят литературу. Двенадцатый по счету зимний международный фестиваль искусств прошел в городе Сочи. Проблемы замалчивать, которые опасно, а говорить о них страшно. Когда театр берет на себя роль наставника и друга. Эти и другие темы в еженедельной субботней программе «Континент» на АКЧЕН-ТВ. В студии Богдан Танасов. Здравствуйте. Странам ЕАЭС станет проще сотрудничать в железнодорожной отрасли. Уже создан единый перечень предприятий, готовых участвовать в реализации совместных транспортных проектов. Чем готова помочь Армения? Расскажем. Горы Синтепона быстро превращаются в мягкие одеяла и подушки. Из кусков синтетического волокна сначала делают гладкое полотно, а потом наполняют им чехол из ткани. Чтобы материал не сбивался при эксплуатации в ком, одеяло и подушки стягают. Почти все производство на швейной фабрике автоматизировано. Например, этот аппарат соединяет ткань и синтепон с помощью ультразвука. Такое одеяло лучше сохраняет тепло, а стоит дешевле. Постельное белье на матраснике, полотенце. Скоро продукция поступит в пользование пассажирским железнодорожным компаниям стран ЕАЭС. Фабрики Армении первыми присоединились к совместным проектам. Мы готовы делать спецзаказы для железнодорожных поездов, будь то постельное белье или другие текстильные принадлежности для вагонов. Фабрика технически хорошо оснащена и готова выполнить любой индивидуальный заказ в необходимом количестве. Всю продукцию мы делаем с нуля, поэтому можем добиваться высокого качества по доступной цене. Республика производит для железнодорожников не только одеяло и подушки, но и запчасти, инструменты для машиностроения. Ереванский завод «Алмаз» выпускает около 200 видов алмазных инструментов для резки и обработки камня, дерева, стекла, неметаллических материалов. Перед применением заготовки проходят 20-ступенчатую обработку. Завод продолжает традиции советской школы. Сейчас наша продукция представлена на иранском и европейском рынках. У нас есть небольшой экспорт в Евразийский союз. «Мы заинтересованы расширить продажи именно в Россию, где хорошо известно качество нашей продукции». Единый перечень компаний, сотрудничающих в железнодорожной отрасли ЕАЭС, опубликован на сайте Евразийской комиссии. Сейчас в нем 76 предприятий из Армении, Беларуси и Казахстана. Но скоро список расширится, и найти партнера на рынке будет еще проще. В Беларуси готовят к выпуску новую модель мотоцикла. Культовый Минск обещает стать более легким и бесшумным. Что еще в нем изменилось, узнаем. Это пока новинка, ездит по цехам предприятия и с виду напоминает советского предка. В действительности от старенького Минска 125 здесь только рама и руль, говорят разработчики. Все остальное, в том числе электробатарея вместо двигателя, плоды 21 века. Скорость при этом моторе можно достигать по расчету даже 150 км в час, но мы ставим ограничение на 120. Первый белорусский электробайк быстро разгоняется, легко маневрирует и надежно тормозит. Да и весит меньше обычного. Тут тебе ни переключателя скоростей, ни как такового шума двигателя. Из-за тихой работы не всегда даже водитель понимает, что техника набирает скорость. Электрический мотоцикл совершенно точно полюбят городские жители, а именно пешеходы. Ведь такой байк больше не будет их пугать на улицах агрессивными формами и оглушительным ревом. Над мотоциклом на электроприводе белорусские инженеры работали больше года. Образец пусть и сырой, но результатами создатели довольны. Сложность была именно разработка этого двигателя и внедрение в конструкцию классического мотоцикла «Минск». Были большие вопросы с накопителем. Здесь установлена аккумуляторная батарея литий-железо-фосфатная, что для нас тоже было в новинку. Известные белорусские байкеры Иван Вобещевич и Николай Лебедев отечественной мото-новинкой заинтересовались, но променять на нее свои байки пока не готовы. Говорят, мощность не та, да и запас хода небольшой. Мотоциклисты рано или поздно, ну, скажем так, нормальные, то есть хотя бы раз в жизни, но хотят совершить такой какой-то большой трип, большое путешествие. А вот здесь вот уже возникают вопросы. Впрочем, сами производители отмечают, работа над техникой не завершена. Новинку протестируют и доведут до ума. Оснастят более мощной батареей, усовершенствуют дизайн. Классическую раму советского Минска поменяют на легкую и современную, после чего технику и начнут выпускать серийно. Не исключено, что в будущем году. Больше тысячи человек в Кастанайской области в прошлом году открыли собственное дело. Стартовый капитал они получили в виде займов по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства. Общая сумма льготных кредитов для начинающих бизнесменов превысила 4 миллиарда тенге. Немало среди предприимчивых молодых людей и представительниц прекрасного пола. Причем девушки не боятся браться даже за самые рискованные проекты. Образ 20-летней Кымбатка Киева никак не сопоставим с ее нынешней деятельностью. Хрупкая девушка по специальности финансист, но теперь она бизнес-леди и занимается коневодством. Кымбат взяла микрокредит и на 4 миллиона тенге купила 10 голов лошадей и корм для них. В прошлом году она уже продавала небольшими партиями кумыс. А за 3-4 года девушка планирует увеличить поголовье как минимум втрое. Так как у меня занимается вся семья этим, мы друг другу все помогаем, подсказываем, и это намного легче. Они говорят свои ошибки, которых сейчас не должна повторять я. Кастанайский район в прошлом году оказался лидером по количеству заявок на получение льготных займов по программе продуктивной занятости. Именно там, благодаря микрокредитам, бизнесменами стали 123 человека, а общая сумма займов превысила полмиллиарда тенге. Основными направлениями являются развитие животноводства, разведение КРС молочного направления, откорм площадки. И дальше по программе «Косипкер» были получены микрокредиты по оказанию услуг населению. Это и пассажирские перевозки, и грузоперевозки, и пчеловодство. Между тем, комбатка Киева одной откормочной площадкой ограничиваться не собирается. Она уже открыла мясной магазин. Крупнейшее на Сахалине. В Корсаковском районе открыли молочную ферму. Здесь под присмотром техники будет жить и трудиться тысяча коров. Проект еще на стадии строительства получил высокую оценку президента России на российско-белорусском форуме. Как выглядит молочная ферма будущего, узнаем из следующего сюжета. Иностранные красавицы с Корсаковской пропиской. И еще несколько месяцев назад эти буренки паслись на венгерских и голландских лугах. Сегодня они с удовольствием поглощают сахалинский сенаж. 400 коров голштинской породы – первые работники крупнейшей в регионе молочно-товарной фермы. Сейчас у нас как раз вот такой период, как бы в армии сказали, курс молодого бойца. То есть мы, пока коровы здесь еще не дуются, мы можем спокойно к ним привыкнуть, а не к нам. И выстроить программу таким образом, чтобы она работала и давала нам прибыль. Потребители тоже останутся в выигрыше. Натуральное молоко для островитян до сегодняшнего дня было на вес золота. С открытием фермы в регионе начинается своя молочная история. Это знаковое событие для области с точки зрения продовольственной безопасности региона. За счет открытия фермы будут достигнуты обеспечения на душу населения до 26% продукции собственного производства. От каждой буренки здесь ждут не меньше 7 тысяч литров молока в год. Планка высокая, но условия позволяют. Лучший белорусский опыт воплотили в этих помещениях – коровник с автоматическими чесалками, душевые, просторные коридоры и доильный зал. Каждый день через этот зал будет проходить тысяча голов, а обслуживать их будут всего 4 человека. Все остальное в буквальном смысле – дело техники. А она здесь самая современная, все на автомате. От сотрудников требуется минимальное условие – вносить данные о здоровье коровы. Кирилл, 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 кирилл. Здесь и номер каждой буренки, и количество литров, и даже качество молока. Все обновляется в режиме реального времени, рассказывает Дмитрий Бырков. Два года назад молодой человек приехал из Белоруссии, помогал устанавливать оборудование. Мы его монтировали, потом я вернулся сюда, устроился, чтобы запустить, научить людей работать с этим оборудованием. Теперь он работник и житель Раздольного. Для сотрудников предприятия построили свой городок. 50 домов – все для комфортной жизни и работы. А ее в скором времени будет еще больше. На предприятии откроется роддом. Первый приплод ожидают в марте. Тогда же молочные реки польются по железным трубам сначала в танкер, а потом и к столам сахалинцев. Беларусь наращивает экспорт деревянной мебели. Только в прошлом году объем поставок увеличился на 18%. Страны Евразийского экономического союза закупают не только кровати, шкафы или комоды, но и картон, обои и бумагу. В сушильных павильонах дуб проводят около месяца, а льха чуть меньше. Влажность древесины в итоге должна быть около 8%, иначе мебель может растрескиваться. На обновление станков предприятие каждый год тратит сотни тысяч евро. На этом, например, с помощью лазера вырезают декоративные элементы для корпусной мебели. Запрограммировать можно любой рисунок. Раньше приходилось выпиливать вручную. Во много раз производительность увеличивается. Естественно, уменьшается у нас экономическая энергоемкость гораздо. У нас уменьшается, можно сказать, для примера, для Беларуси, у нас только 4% электроэнергии заложено в себестоимость продукции. 4% – это очень мало. 70% мебели, которую производят на этом предприятии, идет на экспорт. Основной рынок сбыта – Россия. А еще Казахстан, Армения, страны и АЭС. Если, например, тот же Казахстан любит мебель, где очень много позолоты, серебра, будем так говорить, то в Европе такая мебель не воспринимается. Там воспринимаются более модерновые формы, более такие современные. Ну, может, даже частично попроще, будем так говорить. В прошлом году на рынок стран Евразийского Содружества поставили продукции деревообработки на 216 миллионов долларов. Это на 18% больше, чем в 2017 году. Беларусь предлагает мебель, картон, бумагу, древесные плиты. В этом году список расширят. У нас запускается в этом году Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Соответственно, мы готовы будем предложить сульфатно-беленную целлюлозу. Ну, а также в перспективе картоны, мелованные и не мелованные. Данная продукция будет востребована на рынках России и Казахстана. Там есть производства, которые работают на этом сырье. Биогаз из навоза. Изобретатель-самоучка из Кыргызстана придумал, как получить прибыль от своих бычков. В его идею долго не верили, но уже сейчас в некоторых хозяйствах полностью перешли на альтернативный источник энергии. Оказалось, что бычки – это не только мясо, но и тепло, и свет. К быкам и коровам у Алексея Веденева особое нежное отношение. 20 лет назад именно они вдохновили фермера в изобретатели пойти. Одно расстраивало – навоза бычки давали больше, чем мясо. На глаза попалась статья про биотопливо. Стал экспериментировать. Когда друзья узнали, чем я занимаюсь, они сказали, у тебя немножко не хватает в голове. А он уперся и начал схему чертить. Собрал самодельную установку и превратил навоз в новый источник энергии. Да, вот наполнился тачка, мы сейчас будем выгружать навозоприемник. Фермер Чинар Суранчеев в идею друга поверил и заказал себе такой вот агрегат. Вот я миксер включаю. Процесс несложный. В навоз добавляют воду, все это бродит и превращается в газ. Бесплатное сырье всегда в избытке. 10 быков в сутки дают 300 килограммов навоза, которые обеспечивают фермера теплом, горячей водой и газом на целый день. А хозяйство большое. Кроме бычков и баранов, куры и утки редких пород. А недавно и перепелок завел. Вот эти у нас белый, это Техас. Вот эти уже эстонские. Молодец. Завел такую живность. Это вообще уникальное. Перепелки – это не только диетическое мясо и яйца. Это еще и помед. Опытным путем пришли к выводу. Если добавить в навоз, газа получится больше. Вот газ я готовлю. Вот отопление. Можете батарейки посмотреть, потрогать. Они горячие. Вот такое вот самодостаточное и безотходное хозяйство. Робот-учитель преподает кастанайским школьникам. В IT-лицее Азад для одаренных детей уроки проводятся с помощью умной техники российского производства. Такая форма работы у ребят вызывает небывалый интерес. В школе-лицее с начала учебного года работают два робота. Один из них по имени Ти стоит у центрального входа здания. В его задачу входит приветствовать посетителей, ознакомить их со школой. Ти пока разговаривает только на русском языке. Здравствуйте. Привет. Как вас зовут? Дауренбек. Дауренбек. Меня зовут Ти. Продобиран стармагнит. Второй же робот по имени Ай на казахском языке преподает уроки по астрономии. За ходом урока следит учитель. Робот не ставит оценки ученикам. По словам педагогов, робот для лицеистов не просто учитель, он больше друг, которому всегда спешат. Когда мы первый раз увидели роботов, были очень удивлены. Такие роботы есть только в нашей школе. Он не только преподает уроки, но и может двигать руками, потанцевать, даже смешные истории может рассказать. Робот работает совершенно автономно. Он выстраивает логический диалог со школьниками. Дети смогут задавать любой вопрос, и он ответит. Специальные программы для роботов внедрили сами учителя и учащиеся. Кроме того, в лицее школьники создают и других роботов собственными руками. Я сейчас делаю датчики, приспособленные для парковки автомобилей. Датчик при сильном сближении автомобиля создаёт ультразвуковой сигнал. Таким образом предотвращает аварии и столкновения. В школу лицей для одарённых детей принимают, начиная с 7 класса. На сегодняшний день обучение проходит 149 учеников, которые учатся по обновлённой системе. «Наша школа снабжена кабинетом 3D-моделирования. Преподаём IT-информационные технологии. Есть 26 досок, которые управляются через компьютеры. Весь учебный процесс ведётся по цифровой технологии». В школе работает ещё одна новинка – кружок по киберспорту. Сейчас здесь проходит первый внутренний турнир с участием 40 игроков, разделённых на 8 команд. Ну, а на прощание знакомый IT ещё раз удивил своими способностями. «На мой взгляд, вам от 43 до 49 лет. Вас зовут Довренбек». Герой следующего сюжета – молодой человек, который в 22 года воспитывает 26 детей. Юрий Литошик работает воспитателем в Витебском детском саду. Непривычный выбор – всё равно, что женщина-экскаваторщик или дальнобойщик. Но в любом правиле бывают исключения. Главное – любить то, чем занимаешься. И делать свою работу хорошо. Тому подтверждение желания родителей отдавать своего ребёнка в группу мужчине-воспитателю. Спрашивает «Терем, терем, теремок». Что спрашивает «Кто в тереме живёт?» Сказки – не только неотъемлемая часть детства, но и важная составляющая воспитания ребёнка. Теории об этом рассказывали в университете Юрию Литошику. Сегодня он уже сам проверяет знания на практике. Всё это приобреталось постепенно. Как бы научился подбирать каждому ключик, так сказать, подход какой-то индивидуальный. Очень нравится работать, честно. Я не ожидал даже, что мне будут приносить такое удовольствие. В 22 года у него 26 детей – от трёх до четырёх лет. Каждого нужно, как говорится, накормить, напоить и спать уложить. Молодому воспитателю пришлось даже постигать азы парикмахерского искусства. Ведь в группе 13 девочек. И наверняка каждая из них хочет быть неотразимой и неповторимой. Работать с детьми непросто, и умения приходят не сразу. С одним нужно быть строгим, с другим помогают тёплые слова. Но главное, по словам воспитателя, наладить дисциплину и заслужить авторитет без криков и жёстких мер. Скажи, пожалуйста, а твой воспитатель, он какой? Злой, как серый волк такой? Злой и страшный? Нет. А какой? Добрый. Он чин-чинит. А что чинит? Он, когда кто-то что-то сломал, он починит. Юрий Литошек говорит, что самым трудным было привыкнуть к шуму. Пока разговариваем с молодым педагогом, дети играют, не сидят на месте. Попробуй за всеми уследи. Отдать своего малыша в группу к Юрию Викторовичу сегодня хотят многие родители. Хотя ещё полгода назад они были настроены весьма скептически. Родители, конечно, настороженно поначалу восприняли появление воспитателя мужчины. Но затем, поближе с ним познакомившись и увидев реакцию детей, конечно, они уже довольны. Потому что парень действительно грамотный, очень любит детей, это самое главное, хорошо к ним относится. Мужское участие в воспитании ребёнка, несомненно, очень важно, особенно для мальчиков. К сожалению, у некоторых детей нет отцов вовсе. Зачастую малыши больше обласканы мамами и бабушками. И профессию Юрия выбрал очень правильную. Ведь воспитание детей, тем более неродных, удел сильных мужчин. Библиотеки в горах Кыргызстана. Теперь здесь есть всё. Художественная, научно-познавательная литература, детские книги и справочники. И это на высоте трёх с половиной тысяч метров над уровнем моря. А зимой библиотекарь сама приезжает домой к чабанам, чтобы привезти новинки. Иссентур наведывается к сельчанам раз в две-три недели. Вместо гостинцев – мешок книг. Три года женщина работает библиотекарем. Всю литературу доставляет на дом. Спускаться с гор за книгами здешним читателям некогда. Привет, Самара. Добро пожаловать. Принимают всегда тепло. С новыми книгами Иссентур привозит целый мир. Советует, что почитать в будущем. На каждого взрослого и ребёнка у библиотекаря своя карточка. Мы сами тоже, бывает, спускаемся в село и заходим в нашу библиотеку. Но это не очень удобно. Особенно сейчас, зимой, когда холодно в горах и рано темнеет. А дети любят очень читать. Особенно всякие сказки. И мы с мужем стараемся не отставать от них. Хотя не всегда получается. В читателях у Иссентур 20 таких семей. Ещё 250 приходят к ней в библиотеку. Любовь к книгам не ослабевает, несмотря на то, что в селе появился интернет. Нам только месяц назад провели сюда интернет. И люди могут теперь получать информацию извне. Но мы считаем, что именно через книги даётся хорошее воспитание детям. Поэтому для нас всегда было важно, чтобы эта библиотека функционировала и никогда не закрывалась. В будни двери библиотеки открыты с 9 утра до 6 вечера. Чаще всего в ней можно увидеть школьников, которые учатся по соседству. После уроков первым делом бегут сюда. Недавно поступило 100 новых книг. Среди них был «Гарри Поттер», переведённый на кыргызский. Дети были в восторге. Они его смотрели только по телевизору. А тут выпала возможность прочесть. Сейчас на полках ни одной книги о Поттере. Всё разобрали. Вся литература в основном отечественных авторов и на кыргызском языке. Но есть книги и зарубежных писателей, чтобы у читателей было представление о мировой литературе. Переводных текстов сейчас в библиотеке примерно треть. Как известно, в Молдове нынешний год объявлен годом семьи. Но с проблемами демографии и нападками на семейные ценности сталкиваются многие страны. К примеру, такие тенденции уже привели к тому, что в нашей республике десятки населённых пунктов остались без единой души. Но в Смоленской области нашли способ спасти от вымирания родную деревню. Несколько лет назад там чуть не закрыли единственное учебное заведение. В нём осталось всего семь школьников. Тогда преподаватели пошли на неожиданный шаг. Они усыновили детей из приюта. О том, как теперь устроена жизнь в деревне, узнаем из следующего сюжета. Это моя Варя. Варя увлекается рисованием. Варя очень любит немецкий. Ну, а это у меня Миша. Я так думаю, что Миша у меня будущий политик. В этой семье детей не делят на родных и приёмных. Ольга – мама четверых. Варя и Миша в её доме недавно. Переехали из Смоленского приюта. Таких семей приёмных в этой деревне большинство. Живут здесь 48 детей. 40 из них – бывшие детдомовцы. Был у нас такой случай. Предложили нам путёвки. И, в общем, забрали всех детей на зимние каникулы. Ну, наверное, года четыре назад. Слушайте, мы идём по деревне. А деревня-то вымерла. Как вот раньше. Не было детей. Шапы – русская деревня, история которой в 2006 году могла закончиться навсегда. Тогда местная администрация грозила закрыть единственную школу. Под предлогом, что учиться в ней некому. И вдруг одна из учителей объявила – возьмёт на воспитание детей из приюта и отдаст их в родную школу. Люди, когда увидели, что у нас интернатовские дети, раньше как-то побаивались всё-таки какие-то свои соображения, предрассудки. И о наследственности, и всё такое. А когда увидели, что дети как дети. Дети очень хорошие. И тоже стали брать. К примеру последовали коллеги, а потом и другие семьи. Были силы у нас. Чувствовали, что мы можем взять деток и подарить им тепло своё. Откуда они? Они сами из Смоленской области. Тоже из глубинки. Такие же деревенские дети. Мы их взяли в Смоленском детском доме. Школа зашумела, как в годы расцвета деревни, 80-е, когда здесь ещё была и работа, и производство. После первой волны усыновления население выросло в два раза. Появился храм и детский сад. Но бытовые проблемы остались. На Смоленской меньше часа езды. Нет здесь телефонной связи, не проведён интернет, никогда не было газа и водопровода. Эти мальчики ходят к колодцу трижды в день. Старшие топят печку и колят дрова. В семье Баруновых семеро по лавкам. Родная дочь Карина и шесть приёмных мальчиков. А ещё родные дети, которые давно повзрослели и уехали в город. Семья живёт на зарплату почтальона и социальные выплаты. Но на жизнь не жалуются. Сами из семей многодетных. А с приёмными детьми сюда вернулась жизнь и молодость. Без которых глухая деревня наверняка бы уже исчезла. Бороться с вирусами в Армении помогают соляные пещеры. Одна такая здравница находится в Ереване, на территории соли рудника. В шахте так тихо, что слышно, как под ногами скрипит земля. Во рту уже сразу начинаешь чувствовать привкус соли. Соль везде. Туннель ведёт к широким дверям. За ними просторные пещеры. Внутри умещаются кабинеты медицинского персонала и процедурные. Одновременно здесь могут находиться до 60 пациентов. Им предлагают дыхательные процедуры и кислородный коктейль. Очень полезный при астме. Ярославу Колтунову семь лет. Уже четыре года мальчик живёт с диагнозом бронхиальная астма. На курорт он вместе с мамой приехал из России. Приехали мы именно в феврале для того, чтобы привести в порядок его лёгкие, чтобы миновать вот это обострение именно весеннее. Для эффективного лечения в пещере советуют проводить по 6 часов 20 дней подряд. Тогда на организм начинают действовать ионы натрия и хлора, близкие по составу к морской соли. И именно это укрепляет иммунитет. Я прохожу курс лечения третий год подряд. У меня было расстройство нервной системы, и я даже не могла ходить. Сейчас чувствую себя намного лучше и надеюсь полностью излечиться. Для граждан Армении соляные процедуры бесплатны. Туристам один сеанс обойдётся в 20 долларов. Ежегодно в пещеры спускаются около полутора тысяч человек. Излечившись, многие возвращаются уже для профилактики. 12-й по счёту Зимний международный фестиваль искусств прошёл в городе Сочи. Зимний театр – одна из пяти площадок мероприятия. Спектакли, мастер-классы, показы, турниры поэтов и конкурсы молодых композиторов. Каждый год программа меняется, но за 12 лет жизни у фестиваля уже появились и визитные карточки, и своя особенная публика. Последние, особенно важные минуты репетиции. Произведение уже, что называется, в руках. Теперь главное – настрой. Программа серьёзная и очень взрослая. На сцене Зимнего театра прозвучат Пятая симфония Шестаковича, Ромео Джульетта Чайковского и Кармен Жоржа Безе. В зале, как всегда, аншлаг. За дирижёрским пультом – маэстро Юрий Башмет и его итальянский коллега Клаудио Венделли. На сочинском фестивале он не первый раз, но, признаётся, каждый год открывает для себя город и людей по-новому. Вместе с оркестром они репетировали программу две недели и за это время успели стать единым целым. Я работал с этим оркестром с того момента, как его основали. Я не новичок, но каждый раз это такое удовольствие. Эта программа, в ней очень много переходов. Оркестру надо привыкнуть переключаться на разные куски. Это очень непривычно. Мы репетировали по 7-8 часов каждый день. Музыкантам оркестра от 11 до 22 лет. Чтобы сыграть на сцене Зимнего театра в Сочи, каждый из них прошёл отборочные этапы. Многие проделали путь в несколько тысяч километров. Тане всего 16, но для неё это уже третье выступление на фестивале. И невероятный опыт работы с мэтрами. На репетициях Юрия Бравича очень часто даёт профессиональные советы. Например, в последнем. Вчера он рассказывал про пиццикантов. Он рассказывал. И это довольно нужно и интересно, потому что как раз с этим у меня были вопросы. И он ответил на них сам. Сейчас в основном составе юношеского симфонического оркестра 90 человек. Они уже успели покорить Москву, Милан, Женебу и Брюссель. Но выступление в Сочи совершенно особенное. Ведь родом оркестр под руководством Юрия Башмета именно отсюда. Я решил открыть фестиваль этим оркестром. Это довольно такая трогательная ситуация. Это всё очень честная история и трудоёмкая в то же время. Кто-то живёт в Кабаровске, кто-то в Ростове-на-Дону. И они собираются, мы репетируем. На 10 дней потом даём концерт. Каждый год программа меняется. Но за 12 лет жизни у фестиваля уже появились и визитные карточки, и своя особенная публика. Пока не поздно. Наркомания, спид, суицид – реальные угрозы, с которыми постоянно сталкиваются дети. Чтобы им противостоять, подросткам нужны правильные ориентиры. Именно эту цель ставит перед собой белорусский театральный форум «Сила жизни», разговаривая с молодёжью о её проблемах. Старшеклассников не задержат надолго. В книге Рады Кайона момента более 300 страниц. А спектакль по её мотивам – точка возврата – одноактный, всего 45 минут. Это время одного школьного урока. То есть у актёров и режиссёра меньше часа на то, чтобы заставить подростков хотя бы задуматься. Рак воли, говорят о наркомании. Прямо перед выходом, да, я говорю, господи, дай бы хотя бы зацепить одно сердечко. Я не пугаю, да, что у наркотики это страшно. А я как бы просто говорю, ребята, когда будет момент выбора, да, выберите правильно. Наркомания, алкоголизм, спид, суицид – проблемы, про которые каждый думает, меня точно не коснётся. Но театр не избегает откровенных разговоров. В проекте «Сила жизни» шесть спектаклей и каждый на острую тему. В зале – седьмые и девятые классы. Напряжённая тишина прерывается смешками. На меня очень большое впечатление оказал именно спектакль. То игра актёра мне была, я прямо прочувствовала вот всё то, что он пытается сказать и показать. И я действительно нашла над чем задуматься. Спектакль они видят, они смотрят, они сопереживают, возможно, когда-то герою главному. И это им воспринимается намного лучше и намного проще для них самих. И поэтому вот мне кажется, что именно такой формат, он более доступен и намного лучше. Театральному форуму «Сила жизни» восемь лет. За эти годы география проекта выросла до масштабов страны. Недавно изменился и формат. Теперь после спектакля подростки могут задать волнующие вопросы специалистам. Ну это закон такой статистический, 10% – самые активные люди. Остальные всё равно слушают, всё равно слышат, думают и задают какие-то вопросы, даже если не согласны. Но это всё равно у них остаётся. Зёрнышки, которые мы стараемся бросить, они всё равно рано или поздно прорастут. Мы, прежде всего, ответственны за то, чего они недопонимают, что они плохо делают или какие они делают ошибки. Во всех ошибках детей виноваты взрослые. Во всех. Дети – это наше зеркало. В конце пьесы главный герой погибает. Всё, как в жизни. Вырваться из наркотического плена удаётся немногим. Но некоторым старшеклассникам сегодня сделали прививку от чумы 21 века. Один из старейших зоопарков в Европе – московский – отмечает юбилей. Ему исполнилось 155 лет. Первыми обитателями зоосада были около 300 животных. Сегодня же их более 5000. В гостях у зверей и людей побываем и мы. Ни-и-и. Медведица Нико, кажется, иногда забывает, что она огромный, опасный хищник и готова играть, как собака. Особенно, когда у клетки любимый ветеринар Дмитрий. Сюда, в подмосковный зоопитомник, её привезли 4 года назад, с Чукотки. Медвежонка заметил медвежий патруль, сообщил московскому зоопарку и просил помощи в содействии. Там была военно-транспортная авиация задействована. Сюда, в зоопитомник под Волоколамском, как в Ноев Ковчег, привозят пернатых и мохнатых, чтобы найти им пару и завести потомство. Сам же центр – тоже детище московского зоопарка, которому уже 155 лет. Московский зоопарк или зоосад в 1864 году создало ещё императорское русское общество акклиматизации животных и растений. На Пресненских прудах поселились чуть больше 200 животных. Сам император Александр II подарил индийского слона. Сегодня в зоопарке обитает целое семейство этих животных – мама, папа и два слонёнка. За их трапезой в доме слона каждый день следят десятки зрителей. Обед слона или страсти в семье львов выглядят почти как в природе. Это благодаря тому, что построены вольеры в зоопарке. Многие здешние обитатели живут на просторе, у них нет клеток. От внешнего мира их отделяют глубокие рвы и провода под напряжением. А кому-то даже целый особняк отдали, как этим козам – обитателям контактного зоопарка. Здесь чётко следят, как и чем кормят подопечных посетителей. Никаких булок, это даже самые маленькие знают. Как вы так много делаете? Здесь всё не как у людей, в хорошем смысле. У Светланы Акуловой, гендиректора зоопарка, есть даже четвероногий советник. Чихуахуа Жужа и в кресле директора вместе с хозяйкой сидит. Впрочем, у Светланы, кроме домашнего питомца, есть много диких любимцев зоопарки. Я очень люблю орангутанов. Они так активно проявляют человеческие, да, какие-то мимику и свою харизму. Есть такой малыш Мати, куда этого была мими, мы её отправили. Теперь она уже познакомилась с мальчиками и живёт в Лондоне. Здесь уверены, главная цель зоопарка – не развлечение зрителей, а спасение редких животных. Причём поучаствовать может любой посетитель. Почти у каждого подопечного московского зоопарка есть свой опекун. Причём спонсором может стать не только крупный фонд или другая организация, но и самый обычный человек. Так этих пингвинов опекает пенсионерка Софья Сергеевна. Она ежемесячно переводит часть пенсии на содержание пингвинов Гумбольта. Здесь уверены, помощи будет рад каждый из 10 тысяч подопечных зоопарка. А ещё здесь готовы обучать. С 2016 года создали Академию московского зоопарка. Лекции проводят для профессиональных зоологов и учителей биологии. И для простых любителей редких домашних животных. Здесь расскажут, как ужиться со змеёй или пауком в квартире. И посоветуют, может быть, остановиться на ком-то другом. Если уж вы хотите завести домашнего питомца и думаете, кого, я бы, например, рекомендовала, конечно, золотую рыбку. Как в сказке о золотой рыбке, ко дню рождения зоопарка исполнились как минимум две мечты его сотрудников. У зоопарка появится свой гимн, а ещё к нему вернётся один из любимых символов – дикий кот Манул. Животное очень редкое и нелюдимое. Всё время прячется от посетителей. Но в последнее время Манул стал выходить из своего домика чаще. Видимо, чувствует, какую честь ему оказали. Продолжение следует... Увидимся!